Игорь Геленович, мы с вами общаемся на этой платформе первый раз. Для нашим зрителям хочу объяснить, что помимо того, что вы социолог, вы еще и двоюродный брат Бориса Немцова, верно? Да, был такой. Приближается годовщина его убийства. В некоторых российских городах местные власти уже отказали согласовать местным жителям митинги памяти. И хотелось бы ваше мнение услышать. Вот уже восемь лет, как Бориса нет с нами, но тем не менее такое чувство, что власть до сих пор его боится, как считаете? Ну, в этом, конечно, ничего совершенно удивительного нет. За эти восемь лет ситуации в России все ухудшалось правами человека, свободами, политическим, полицейским террором. Все ухудшалось и ухудшалось. Тогда, восемь лет назад, нам казалось, что это вот уже фашизм наступил, что хуже уже просто быть не может, что там политический террор убивает людей. Все такое. Сейчас стало все гораздо хуже. И главное, не просто хуже внутри страны. Путинский режим, который был сосредоточен все-таки тогда в основном на внутреннем полицейском, политическом терроре, он сейчас развязывал крупномасштабную войну против Украины. И у него главное направление действия – это экспансия внешняя, агрессия, террор. Так что ничего удивительного, что оппозиционеры, не то что там это удивляет. Удивляет еще, что вообще что-то еще в России происходит, что еще какие-то люди с независимыми взглядами пока там остаются и еще на свободе находятся. Не все, конечно, многие сидят, но ищие люди, которые на свободе. Удивляет или это, а не то, что, например, тоже память Немцова, естественно, российские власти сейчас пытаются как-то грязными своими ногами затоптать. О репрессиях внутри России поговорим чуть позже. Я читал ваше интервью. В 2015 году вы прямо называли заказчиком убийства Бориса Немцова Владимира Путина. Для наших зрителей напомню, что за 8 лет заказчик убийства так и не был притянут к ответственности. Вы за эти 8 лет свое мнение не поменяли? Ну, тоже ответ очевиден, как и на первый вопрос. Конечно, не поменялся эти 8 лет. Путин подтверждал именно, что он, во-первых, способен на такое. За это время скрылась куча других политических убийств и попытка убить Навального, отравить его. И там еще многие люди, причем даже не такие активные пенсионеры, как был Немцов или Навальный, там, не знаю, писателя, Быкова пытались отравить, кажется, кому он мешал. То есть совершенно очевидно, что Россия – это страна, где политический террор стал бытом, стал обыденностью, понимаете? И, конечно, Немцов был такой яркий в политике. Он критиковал Путина, причем лично, и критиковал, что называется, не выбирая выражений. И совершенно не случайно, что Путин, только Путин был заинтересован его смертью. Причем такого уровня политические преступления в России, конечно, не совершаются без санкций с самого верха. Потому что в России все контролируется из Кремля. Такая чистая автократия. Естественно, что не только контролируется из Кремля нападение над соседей, но и репрессии, убийства оппозиционеров тоже контролируется и инициируется из Кремля. То есть лично от Путина. Я понимаю, критика в здоровом государстве, критика правительства – это нечто нормальное. Другое дело, что Путин не мог выдержать эту критику по отношению к себе такую сильную. Какой был основной мотив Владимира Путина, по вашему мнению, когда он согласовывал убийство Бориса Немцова? Я думаю, что основной, как пишут протоколы, мотив личной ненависти. То есть я думаю, что главный мотив у него был, конечно, личной ненависти. Знаете, через какой момент люди, когда… Мы все знаем, кто общается в социальных сетях, что когда кто-то на тебя пытается наехать и оскорбляет тебя, которого ты не знаешь, то это вообще никак на это не обращаешь внимания. Ну, пришел какой-то идиот в коме, ты что-то написал, ты его просто забавил и все. А если это человек, которого ты лично знаешь, у тебя есть опыт общения с ним, это, конечно, задевает и хочется с ним вступить в дискуссии. Немцов Путина, и Путин Немцова, соответственно, лично знал довольно неплохо, и у них были и нормальные отношения вполне в свое время, в начале. Естественно, что его страшное, видимо, бесило, что человек, с которым он общался, на лыжах катался и так далее, значит, он его так сильно, не выбирая выражений, так его вербально опускает. Кроме этого, еще и внешний есть момент. Путин Пахан, ну, Пахан, как в лагерной такой, урка, да, и, соответственно, Пахан для того, чтобы его боялись его шестерки и уважали шестерки, он не должен никого допускать, чтобы никто его не мог там как-то даже вербально унизить, опустить. А Путин Немцов его, не стесняясь, этим занимался, что-то вызывает. Это второй мотив. Третий был еще мотив, связанный с тем, опять-таки, мы отчасти из первого акта связи, что Немцов был частью элиты, политической элиты, и он общался, был близко знаком с множеством чиновников, даже при Путине оставшемся, и олигарх. Естественно, он с ними какие-то коммуникации мог вести, и была угроза, что он их как-то, может быть, подобьет, организует на то, чтобы они попытались, как с ним условно, снять Путина или заказать Путина, или что-то в этом роде. И такие даже сходки каких-то олигархов в Европе были, насколько я знаю. И это тоже Путина, естественно, напрягало, и тоже его мотивировало на это убийство. Дальше уже как бы детали. Сейчас, честно говоря, уже столько об этом написано, и словно копьев, и по поводу исполнителей. Главное, я не хочу в этих деталях углубляться, тем более, я их не все знаю. У него есть дочь, Жанна, есть адвокат, который этим занимался делом. Я к нему лучше обращаться по этому поводу. Давайте перейдем к повестке дня. Хотелось просто больше познакомить вас, наших зрителей, с вами. Давайте теперь перейдем уже непосредственно к обсуждению актуальных новостей. Хотел бы начать с кадров, которые поразили, конечно, меня до глубины души. Облетели они и мировые СМИ, вызвали вообще такую бурю обсуждений, встреча, уполномоченной по правам детей в России с президентом Путиным, где она поблагодарила президента России за возможность усыновить ребенка из Мариуполя. У меня, честно говоря, как-то в голове вся эта ситуация до сих пор не укладывается. Мне даже сложно сформулировать вопрос. Может, вы поделитесь своими просто мыслями по этому поводу. Из разрушенного города, который просто стерла с лица земли Россия, получается, похитили ребенка, и теперь превселюдно, еще и в таком позитивном ключе об этом заявляют, не стесняясь. Знаете, я тоже был совершенно шокирован этим. Хотя, кажется, сколько чего-то сшокироваться. Каждый день полон такими совершенно чудовищными известиями из России. Но знаете, что это характеризует иллюстрации, к чему это? Дело в том, что путинский режим – это абсолютно какая-то чудовищная архаика. Понимаете, вот что произошло, вот как это написать языком учебника истории, да? Какие-то варвары, значит, сожгли, уничтожили город процветающий, значит, убили мужчин взрослых, детей у них отобрали и превратили, по большому счету, в своих рабов. И, значит, какая-то, не знаю, там, наложница вождя благодарит его за то, что он подарил ей маленького раба, да? Чтобы она его могла, ну, в основном, в каком качестве использовать. То есть это дикость просто. Это какая-то как будто из времён, там, не знаю, Атилы, да? Или Германариха, да? Какие-то жуткие варварские племена, которые, я имею в виду, исходят из России, да, с территории России. И которые творят абсолютно и ведут себя так же, как это делали, там, не знаю, в раннем Средневековье. Или ещё в Древнем мире. Просто в современном мире это вообще невозможно даже себе представить такое. Я думаю, что, то есть я не знаю, следующий шаг что, они будут уже опуститься ещё неже там по истории, да, в более глубокую древность, какой-нибудь там палеолит, по временам каннибала, да, и будут уже открыты жрать людей на экранах. Что ещё дальше? Сложно представить, что может быть дальше. Это жуткая архаика, и Путин вообще-то главное в нём, что это именно сила архаики, попытка внести в XXI век отношения, откуда там из Средневековья, когда всё это было страшно важно. Вот это, значит, борьба за земли, захват чужих земель, когда любой вождь, там, царь, король, император считал, что главная его миссия на этой земле – это расширить границы своей державы. Вот Путин эту всю архаику чудовищную, он даже не стесняется её в своих речах пропагандировать. Но, с одной стороны, это, конечно, чудовищно, с другой стороны, всё-таки это внушает определённый оптимизм. Не могут силы архаики, не могут какие-то там древние люди, если почти из каменного века, они не могут победить цивилизацию современную, они не могут победить прогресс, они не могут победить людей, страны, в которых находятся в гораздо более высоком уровне развития. И мы видим, что именно это и происходит. Потому что вот эти дикари, которые дикари в социальном плане, в политическом плане дикари, они оказываются и в экономическом, и в смысле технологий, в том числе и военных технологий. Дикари, они не могут даже нормальные части для нас всех создать нормальные современные технологии информационные, в том числе и в военной сфере. Им приходится закупать, значит, оружие, закупать вот эти мопеды, так называемые, у Ирана, страны развивающейся, третьего мира. Потому что даже такое они не могут произвести. И это всё взаимосвязано. Вот эта архаика психологическая этих людей и их беспомощность технологическая, она взаимосвязана, и поэтому они обречены. Продолжение следует... Продолжение следует...